Теперь мы более подробно подходим именно к Android разработке. Как я говорил в прошлом видео, ваше приложение должно состоять из экранов. Основным воплощением экрана является Activity. Без наличия Activity ваше приложение просто не запустится. Стартовым Activity для мобильного приложения является Activity Main Activity. Она у вас перед экранами. Когда вы будете создавать мобильное приложение, то есть пустой проект, у вас всегда будет Main Activity. Его ни в коем случае нельзя удалять. Оно нужно для запуска вашего мобильного приложения. Как я говорил ранее, любой ваш экран, в данном случае Activity, будет состоять из двух частей. XMN файл для отрисовки шаблона и Main Activity. То есть ваш класс, в котором вы будете писать весь функционал. В данном случае мы пишем на языке Kotlin, поэтому это Kotlin класс. Мы видим приписку в конце. Это Kotlin класс. Если мы более подробно рассмотрим этот Kotlin класс, опять же про класс мы поговорим в следующем блоке. Тогда будет более все понятно. Но вы сегодня просто запомните, что... Обносите сейчас к классу, как к некоторой сущности, в которой вы прописываете весь функционал. И смотрите, вот класс Main Activity. И мы видим дальше приписку AppCompateActivity. Что такое AppCompateActivity? Это тоже класс, который был написан разработчиками для управления такого вида воплощения экранов, как Activity. То есть, что мы можем здесь видеть? То, что наш класс MainActivity наследует весь контент, который есть в AppCompateActivity. О чем нам это говорит? Во-первых, вы должны знать, что в базовом классе AppCompateActivity прописаны функции, ну или методы, как угодно вы можете это называть. Что такое методы? Методы – это действия, которые применяются к нашему экрану, а в данном случае к нашему Activity. Эти методы все шаблонные. Они базовые. Они всегда будут у Activity. И вы можете наследовать и воплощать эти методы. Собственно, главным методом, без которого нельзя обойтись, это метод OnCreate. Он, видите, вот сейчас на экране. Что это делает метод? Этот метод обрисовывает ваш Activity, то есть, в данном случае, ваш экран, экран вашего приложения, элементами, которые предусмотрены в соответствующем шаблоне. То есть, все, что делает этот метод, он обрисовывает дизайн, он обрисовывает для вашего Activity элементы, которые вы как бы предусмотрели. И именно внутри этого метода мы применяем все действия, весь функционал данном приложении. То есть, все обработки кнопок, все записи в текстовое поле. Все, 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 все будет именно внутри этого метода. Мы будем внутри этого метода все это вызывать. Хотя сами методы, хотя сам функционал отрисовки, сам функционал применения каких-либо действий может быть за пределами этого метода. Я вам сейчас все на примере покажу, будет все понятно. Но давайте пока пройдемся еще раз по теории и подробнее поговорим об Activity. То есть, Activity является вообще ключевым компонентом для создания визуального интерфейса в приложении Android. Если вы начнете читать какую-то литературу, то вы везде увидите, что нередко Activity ассоциируется с отдельным экраном или окном приложения. А переключение между... И также вы увидите, что возможно переключение между этими экранами, то есть между этими окнами. Если у вас есть одно Activity и вы хотите сделать, чтобы при клике по кнопке клиент перешел на другое Activity, где вы, ну, как бы, можете относиться к этому, как, допустим, если взять сайта строения, да, веб-технологии, то как мы делаем, что там происходило? Клиент кликал по кнопке, переходил с одной странички на другую. Тут то же самое, только вместо страничек здесь Activity. Клиент кликает по одной Activity и переходит в другую Activity. Этот переход возможно произвести с помощью объекта Intent, о котором мы поговорим также позже. Ну, вы просто знаете, что при переходе таком, в базовом, конечно, в базовом соотношении, когда все это разрабатывалось, когда это все начиналось, было так предусмотрено, что клиент переходит от одного экрана к другому, а по факту происходит просто смена Activity. И, как я говорил ранее, наш класс Activity унаследуется от базового класса Activity, и в этом базовом классе Activity содержатся методы, то есть функции, а по факту это действия, которые применяются к Activity. Давайте поговорим по поводу этих действий. Метод onCreate мы уже с вами разобрали, что он отрисовывает весь дизайн, он отрисовывает весь шаблон, то есть в этом методе производится наполнение нашего экрана элементами из шаблона, который мы определили в XML-файле. В частности, здесь создаются объекты визуального интерфейса. У вас под видео будет ссылка на мою белую книгу, в которой вы можете более подробно ознакомиться и почитать все про жизненный цикл. Вы сможете более подробнее ознакомиться по ссылке в описании. Сейчас мы также пройдемся еще по методам жизненного цикла. Есть метод onStart, этот метод выводит сам Activity на экран нашего устройства. Также есть метод onResume, этот метод начинает работать после того, как сработал метод onCreate, все отрисовалось и пользователь смотрит на экран, то есть на вашей Activity. Если пользователь перевернет экран, то срабатывает метод onRestoreInStandState. Этот метод заново перерисовывает ваши Activity. Также есть метод onPause, этот метод срабатывает, если вы решили перейти к другой Activity. И как только вы перешли, допустим, к другому Activity, запускается метод onSafeInStateState, этот метод записывает текущее состояние Activity после того, как вы перешли к другому Activity. Есть метод onStop, он срабатывает, когда вы перешли, допустим, к другому, к другое приложение, и он срабатывает с целью экономии ресурсов вашего смартфона, потому что для другого приложения, возможно, будут нужны какие-то ресурсы. Это делом для того, чтобы ваш смартфон не тормозил, а эффективно работал. И если вы долго не возвращаетесь, ваши Activity срабатывает метод onDestore, и ваши Activity уничтожаются. И если вы снова зайдете в ваше приложение, то запустится самое первое Activity, MainActivity. Даже несмотря на то, что вы переходили к другому Activity, все равно, если вы долго не будете возвращаться, опять же, ресурсы освобождаются. Это, в общем, вкратце о жизненном цикле. Более подробно вы можете почитать в белой книге. Ссылка на нее будет в описании. А теперь давайте подробнее посмотрим, как это все возможно.